большие всем привет я хочу начать большую кампанию в игру to money bonds с дополнением век тирании разумеется не буду всю эту кампанию записывать потому что это смысла нет это огромное количество часов и скорее всего не с первого раза будет получается в чем смысл кампании мы должны последовательно победить всех 7 тиранов и первое что меня поразило это то что вот здесь первая карточка кампании век тирании тут рассказывается о том что мы сделали куда передышку после своих приключений но наш консул вернее наш совет герлоков сказал что тираны и обон нападают с севера очень массированно и у нас нет никаких шансов нас хотят истребить непонятно почему но наша задача единственный шанс это по одиночке выловить всех тиранов и убить и по какой-то причине совет также включил нашего как скажем едино единокровного герлока дастер в эту же в эту же команду тиранов хотя она в общем-то ну как бы своя но совет говорит что она что-то там против имеет совета поэтому я тоже надо уничтожить меж вместе с остальными тиранами да и лора и вот наша задача постепенно по одному у всех выбить это задача компании это первая карта она всегда одинаковая вот остальные карты компании 10 штучек они тусуются и следующее будет случайным образом там с разными условиями то есть какими у нас будут проблемы у нас какие будут задания и так далее первая часть компании состоит в том что мы берем случайного тирана и нам выпал дрейлин это единственный который не побежден был мной в базе и разумеется я сразу же меняю планы потому что я на собрал компа компанию бумер tantrum на эту компанию я думаю что ее надо менять а потом уточню это в правилах то есть можно менять между разными между разными тиранами наверное можно менять команду если мы выживем но сейчас против дрейлина а tantrum несостоятельно он управляет тролли этими как их гоблинами которые мисчифом снимают него все все его преимущество поэтому я сейчас хочу поменять гирлока и возьму не просто гирлока из базы а новую коробочку гили он управляет животными он даже кто-то мяукает уже фоне видимо призывается вот такая такую кису он может призывать да мяукает она это это именно вот гилевская так вот деле говорят что это имбовый берлок который вообще всех может мочить а так как мы дрели на ней не победили то а попробуем нового и еще один нюанс почему сегодня так получилось что я начинаю компанию большую компанию в тумане бонуса в день влюбленных а у гили есть по моему фишка бонусная в качестве влюбленного гили который мы сегодня поиграем так что tantrum извини но тебе до лучших времен до следующих компаний отдыхай а сегодня мы будем играть против дрели на именно гили разумеется это придется конечно все изучать заново нового гирлока но тем интересней вот такое у нас начало компании не знаю буду я делать отчеты лет если будет интересно а и если эту компанию я все-таки буду продолжать и закончу на что очень надеюсь то вот такие мини отчеты буду вставлять и потом сделаю итоговое видео на полчасика просто чтобы было все пока пока на данный момент мне сказали больше нечего я сейчас распакую а давайте покажу наверно за одним как устроены коробочки отдельных гирлоков внутри замечательно очень красивой цветной коробочки есть лист персонажа с его параметрами традиционный который мы уже знакомы есть коробочка со самим персонажем в данном случае с гили с его кубами ну и коврик больше ничего в общем то и нету вот так выглядит коробка персонаж дополнительно и так как у нас есть промо чип гили со дня влюбленных то почему бы не поиграть именно им тем более говорят что он имбовый вот такой вот у нас или будет играть сегодня в честь дня влюбленных что он умеет не знаю пока это для меня абсолютно новые гирлоки а единственно знаю что он умеет призывать четырех или трех каких-то животных которым у которым ему будут помогать на поле все начинаем наше приключение большое приключение в мире дайлора это случай серийно нарочно не придумаешь я только собрался играть вспомнил что у меня есть дополнение дитя гирлока кстати в набор game geek есть исследование прямо по сходству чем там потенциально ребенок все думают что гили как раз так вот я замешал по всем правилам не глядя все по-честному надеюсь что когда-нибудь он мне выпадет и первый день первый день приключения это у нас встреча с небулосом гринтом это местный какой-то товарищ очень долгоживущий гирлок из консульства глава консульства он решил с нами пообедать и я выбрал первый вариант ну потому что всегда полезно послушать старших мы набрали на будущий бой защиты кучу и оттянем лут и первый же лут я вытягиваю кредл и так как это для гили то прямо идет этот ребенок гили так что он себя выдал точно самое забавное что я ничего не подтасовывал то есть я не не хотел играть прямо от самого начала с этим ребенком думал в процессе приключения когда-нибудь у меня появится тут первая же карта и гили же это очень забавно так вот такой лут сейчас будет или таскаться с ним сейчас подумаем какой можно кубик ему взять из этих трех по правилам если появляется вот этот кредл то я беру самого ребенка и один из его кубов ну не знаю но возьму вот эту лечилку лягушку с отравлением вау это классно вот за такие события я люблю мир мир и трешевские игры когда куча случайностей складывается в такой вот весьма интересную историю так но у нас первый день сразу начался с такой неожиданности так а что там достанется по часу апачи ой бумеру хамбу меру еще везет на фортуной discovery в общем начала хорошие все поехали да что ж такое партия так классно складывается что хоть целиком я записываю смотрите на второй день с чем я столкнулся прямо в день влюбленных прям такая история романтичная здесь рассказывается о том что в давние времена в обиндаре жили некие мироват и синхро наверное игра слов на английском какая-то но тем не менее вот этой легендарные инженеры которые также прославились своей любовью друг к другу и мировая мироват и синхро они просто образ образец семейной жизни для герлоков они в терпении любви прожили очень долгую жизнь и изобрели очень много разных вещей интересных так вот с помощью своего разума и технологических навыков они сделали какую-то древнюю защиту для стен обиндара которую нам на второй день нужно активировать ну это уже пошла такая история что мы сейчас можем либо активировать эту защиту либо просто не теряя времени броситься и разбить наступающих слух слуг и бона они поступают к стенам но сам факт самой истории вот этой влюбленной это просто ну было очень прикольно вот такая у нас игра уже на второй день а целая история складывается но сейчас конечно мы выберем первый вариант и попробуем активировать эту защиту всего-то 4 врага будет первая партия компании развивается очень интересно я вам покажу шестой день сейчас момент первого использования если так можно выразиться ребенка герлока ситуация очень страшная практически не выигрываем не выигрываемая битва скорее всего потому что смотрите что у нас на нас напали это вот эта летающая тварь это аллигатор из промо кстати еще одна летающая и один ядовитый я на него ловушку гиле сделал на него ловушку но она не сработала потому что не просто атакующих кубиков нет это было очень смешно первый раз мы купили вернее освоили ловушку применили и она не сработала так вот у меня все потравлены и сейчас как раз ход гели они все были сюрпризе то есть нет отходили по выбивали нам все жизни отравили сейчас ход гели и он должен погибнуть в общем то я уже даже его убрал с линии но увидел интересный момент что сейчас в начале хода я отработает две жизни забирает и гибнет но у нас есть лут а лут оказывается я посмотрел специальную последовательность лут он можно может быть использован в любое время хода то есть даже перед этапом начала хода когда действует яд а наш ребятенок действует очень интересно то есть мы можем не тратя ловкости кинуть его в качестве лута и он нас подлечит и ну сейчас посмотрим что будет так он нас лечит на 2 сразу мы израсходовали этот кубик он возвращается к нашему ребенку мы на двое подлечились при этом кубик яда на нас с этого кубика тоже идет но на один а тут была двойка то есть мы два яда как бы совместили у нас уменьшился яд первое использование этого лута то есть первый раз нам ребенок в помог в путешествии по сюжету он кстати какой-то типа избранный родился его нужно спасти непонятно чего там целая история про этого герлока фух было забавно интересный лут просто вам так из сводки из дейлора битва скорее всего закончится поражением потому что здесь мы вы сами видите что творится еще аллигатор ледовитый подползет в общем как бы шансов нету но по крайней мере вот такая у нас история произошла кстати на шестой день мы довольно далеко продвинулись уже даже до шелфиста добрались куча лута насобирали в общем почти полностью экипированы у гили два животных появилась спутник он может вызывать тигра и летучую такую птичку и что еще да и в общем-то стрелы практически больше ничего не развилась одну вот эту ловушку которая размещается на мать и и кто выходит он попадается в эту ловушку в общем вот такое у нас развитие первого приключения в целой эпопеи века тирании я на всякий случай поставлю камеру чтобы снять вот эту битву вдруг вдруг все-таки вытянуть тем более что если сказал а то уж скажи б то получается рассказал завязку а чем кончилась битва никто не узнает это будет досадно поэтому пускай будет снимается я ее отыграю если будет красиво и вдруг еще и победим то тоже отставлю в это итоговое видео по компании так ну давайте думать что мы можем сделать у нас гили выжил благодаря нашему ребенку и сейчас он может призвать либо своих спутников и наверное это мы и будем делать так ход гили три атаки ловкость него 5 сожалению может призвать только одного потому что он призывает рядышком у него только одна свободная клеточка куда он может призвать кого-либо давайте призываем тигра у него есть шанс выжить это одна ловкость 3 атаки 3 атаки мы бьем наверное по аллигатору чтобы его шанс убить это будет 4 куба еще один есть на защиту можно даже вот эту стрелочку кинуть не пока прибережем по аллигатору но больше ни по кому есть смотрите у нас вышел тигр выпало что у него есть будет три жизни мы его сразу делаем таким злым тари и замещаем суда все кубик истощился сейчас пока он ходит перед ходом гири то есть на следующий ход у нас активируется дать призванный тигр так и а тут две кости вышла и два удара и два удар нам хватило как раз убить этого ядовитого аллигатора так супер бумер 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 может завалить вот этого это нам очень надо поэтому мы все разряжаем него берем одну бомбу берем все четыре накопленных от кубика атаки это будет 5 кубов это все что мы можем кинуть и все в эту болотную тварь кидаем вместе с гранатой давайте где все летают по нему все мы не можем сделать и да не может быть 4 смотрите выпало 4 это 77 урона сразу 7 урона мы с одного хода выбили 66 жизни мы выбили его слушайте мы можем ну как бы не говори бог но вдруг еще и выиграем эту битву так бумер отходила может еще кинуть свою эту но не в кого они все летают поэтому у нас раунд заканчивается вот приходит еще один враг опять ядовитый так с тремя жизнями вот сюда и второй раунд так оранжевый дайв он должен прилететь к слабейшему его тут вопрос будет ли атаковать нет он ближайшие получается но будет атаковать вот этого у него fly убирается три куба против или три жизни раз два три и все равно деле сейчас помрет хотя у него всего один яд их такие вот дела а что мы можем можем его как-то подлечить если проходила бумер вначале она могла бы подлечить у меня есть семена которые лечат любого гирлока но 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 так это не срабатывает ну ничего не могу сделать так 5 так а кстати бумер же тоже потравилась бумер потравилась на 2 и 1 а в свой ход когда накидала я это не сделал и она могла подлечиться съезд семечки чтобы сделать 2 так ну что 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 мы можем сделать зеленого же уже нету до зеленого нету желтый сейчас ходит он теряет летучесть и на 2 бьет нашего бумер а это два урона и они все равно сейчас поправится а нет бумер вы может выжить у него еще есть еще одни семечки есть если что поэтому сейчас ходит гили перед его ходом его активируются спутники и что мы можем сделать в общем то ничего мы можем куснуть вот этого да мы кусаем птичку тигром как раз 2 удар на 2 птички нема так птички нема а вот сейчас ходит сам гили и он уже не может этим использоваться лечиться ему абсолютно нечем и и он нокаут нравится я да первый нокаут в партии так но его а тигр я думаю остается несмотря на то что хозяин типа нокаутирован да так ну что у нас ходит бумер будем тратить семечки на безнадежную битву или не будем можем подлечиться сейчас типа выжить но подлетит вот этот тот трава трава нет ну как бы шансов нету или до последнего биться 2 будет давайте я хочу до последнего раз-два приключения так приключения мы подлечились с помощью этого дальше мы можем сейчас мы травим ся остается две жизни все тратим в защиту плюс а используем backup план у нас дополнительный backup план есть расширитель кидайте дополнительный кубик который в этот ход без стоимости ловкости поэтому мы скидываем этот план и кидаем еще один дополнительный кубик это будет 44 атаки 4 атаки 21 поиск обыск тела это уже 5 так это будет сколько это 7 нет у нас к сожалению вот так только получается и мне защита максимум нужно так что то это не будем кидать то есть четыре кубика атаки один кубик защиты и один бесплатный со своего быка плана который использовал все и все мы это кидаем против вот этой твари пока она без флая так все ничего не могу больше сделать на наверно ничего и так что у нас выпало всего одна защита 3 быка плана так три урона раз два три него две жизни и что у нас выпало здесь три кости три кости так 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 это интересно выберите любую позицию юнит немедленно 2 движется соседнюю паницу позицию пока вашему выбору слушайте мы можем его щас долбануть чтобы нас от нас отстал хотя бы на один ход да да я трачу 3 быка план на 3 бью по нему и он отступает на одну позицию до меня он не дойдет отлично отлично теперь у нас есть вот этой давитая тварь она травит на единичку нас всех наверно наверно лая считаются как это вот это я должен уточнить кстати сделаю после этого перерыв и уточню немножко как как работают союзники гили то есть они равноправные гирлоки то есть они выбираются целью или еще как то есть вот этот сейчас может к нему подойти но должен ли он подходить к нему или он только гирлоком идет вот этого почему-то нет в сплавочнике надо ли лезть нам бы диди так все они отходили мы еще живем нас одна жизнь останется после этого отравления дальше идет так как мы кого-то выбили желтого выбили так третий раунд фиолетовый он раз-два раз-два и бьет на 3 не цену мы никогда мы никак 3 бьет по нашему тигру до убивает напрочь жалко и лошбек не сработал потому что он убит плюс он сейчас взлетает бумер ходит я не могу этого убить я отравлюсь на один ни одна жизнь одна защита так ну вот этого мы выбьем сейчас иначе мы снова потравимся и все капец так раз два три 4 атаки 1 защита это все что мы можем кинуть к сожалению так ох ты интересно смотреть а нет третьего плана нет но этого то мы убили а вот в 2 2 плана мне ничего не дают если было три я бы его еще отбил они тоже бы не помогло потому что он в летучем состоянии он может переместиться на любое расстояние все одна жизнь четвертый раунд четвертый раунд он приземляется и бьет на 3 3 а чуть-чуть вот чуть-чуть не вытянули битва ай как же обидно ладно первое поражение на 6 день когда мы полностью в компании когда мы полностью пары поражены мы можем взять одну карту бун бонуса помощи и что нам будет за это поражение вот такая помощь все герлоки получают три буферные hp и могут удалить одну эту одну вещи у нас их нету слава богу поэтому просто по три буферной жизни раз два три раз два три так ну вот такая битва ладно нибудь не знаю буду вставлять или нет посмотрим у нас восьмой день предпоследние приключения встретились вот с таким событием сделать стоп-кадр прочитайте перевод это уже не google это яндекс немножко более адекватно как ни странно сюрприз для меня был что яндекс стал лучше переводить карточки с экрана чем google так вот мы встретились с этой встречи у меня выбор между двух выборов и я выбрал а более сложный до рискнул потому что как раз была одна пара встреча проиграна и мне очень нужны были те три победы вернее три очка тренировки чтобы подготовиться к встрече с дрели нам и выбрал первый вариант но в первом варианте у нас такое условие что добавляется к бадди pts двадцатка и все бы хорошо можно было бы сразу сдать и идти дальше но а там есть условия что если вы истощите от 1 до 6 кубиков атаки или защиты то перед каждым раундом вы будете бросать до 6 кубик если будет цифра меньше или равна количеству истощенных кубиков то двадцатка будет застуненная то есть она не будет ходить в этот в этот я истощил 4 кубика вы видите сбоку лежат у гили один атаки у бомбера две атаки 1 защита то есть 4 куба это означает что есть больше вероятность больше 50 процентов не сражаться с ним почему я все-таки рискую еще идти туда не так боясь потому что меня есть крутой лут с черепками где уже две жертвы есть а это тут позволяет за каждого накопленного врага побежденного на этой карте сражается с такими же с послаблением на 2 кубика атаки то есть я два кубика атаки стащил но так как это двадцатка тоже болотная тварь то мы получим за счет ну то эти два обратно ну как плюсом к тому что у нас есть плюс у меня есть крутая стрелялка у гили которая в ответ на дальнюю атаку отстреливается тоже а тут как раз два врага дальних поэтому есть некоторый шанс но все равно страшно выглядит в первом ходу у меня выпадает четверка это как раз четыре истощенных кубика то есть на двадцатка будет пропускает ход она будет застунена на этот ход вот битва выглядит безнадежной но а если я ее не выиграю то конечная битва в последний день будет безнадежной тем более потому что но я не успел как хорошо прокачается с против дрели на дрели на это самый непобедимый на мой взгляд тиран база базовой игры я вот так никогда ни разу и не победил и а вот играя в компании ну повезло наверное встретиться с ним в первым в первом столкновении то есть если мы сейчас сейчас проиграем то можно будет начинать компанию заново они допустим ты прошел компанию 5 тиранов потом тебе вышел дрели на ты завалил компанию все а тут если мы его вдруг победим то у нас будет шанс пройти всю компанию ну по крайней мере так хочется на это надеяться так в общем битва начинается бумер у нас ходит первое и мы думаем тут я со светом немножко экспериментирую чтобы больше меньше засветки было кстати может быть стоит действительно когда днем утром снимать снимать без освещения да то есть вроде бы менее ярко все но зато нет засветки посреди экрана как 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 считаете как вот зрителю лучше чуть чуть темнее но зато все четко либо светлее но зато в одном месте экрана будет засветка от лампы вопрос не праздный на самом деле потому что потому что на стримах это и вообще на съемке это довольно сильно иногда портит да вот так вообще ничего не засвечивается так в общем я тут экспериментирую сама партия вот это неожиданно получилось настолько интересное что я вот в под конец последние два дня решил просто поставить камеру и записывать я там не комментирую ничего я просто играю но но с мыслью что если вы все будет нормально продвигается интересно то мы там и потом прокомментируем вот как я сейчас делаю спустя несколько дней я уже нюансов не помню конкретных боев но сейчас мы все это восстановить восстановится и все прокомментируется в общем а я выставляю своих дальнобойных гирлоков на поля кстати у меня бумер прокачалась до продвинутого своего уровня у нее продвинутый innate внутреннее свойство дает возможность при сборке бомб добавлять каждому выпавшему элементу плюс один то есть если даже выпадет единичка то ты считаю у тебя как два элемента если косточка выпадет то ты можешь как один считать то есть это довольно существенно так она бьет по вот этому летающему существу почему потому что он лет летающий и соответственно в следующий ход на его он просто будет недоступен я его хочу убить за один ход поэтому трачу все что можно в том числе и бомбу как хотя казалось бы и она надо приберечь на главного вот этого врага 20 очкового но мы просто до него не доживем если вот этого не убить не убьем сейчас поэтому я вкладываю все что могу у меня есть целых пять кубиков атаки два из них истощенные то есть три кубика атаки плюс бомба я швыряю все это в вот этого летающего грифона да все в него то есть я думал разделить бомбы и удар как-то но решил что это не стоит того надо главное его убить у нас это вроде бы получилось до 4 плюс 3 это 7 на 7 урона у него 5 дамы убили вас одного удара правда пришлось пожертвовать бомбой так первый год был бумер очень даже хорош теперь у нас будет ходить при освещении все-таки не выключил вроде планировал так будет ходить 6 вернее вот этот но он застуденный поэтому пропускает ход и сразу же ходит гили он проверяет что у нас за собачка здесь стоит кстати собачка попалась в ловушку у гили у него интересная механика у него есть профессия трат раппер ну тот кто ставит ловушки вот одну ловушку в виде сетей мы купили она устанавливается перед тем как враги выходят на поле и враг который попадает на точку с этой ловушкой сразу же ловушка активируется ты ее бросаешь и она показывает насколько кубиков атаки уменьшается сила этого врага то есть вот эта сеть она он как бы запутывается в ней и соответственно меньше атакует очень тематично мне нравится гили мне очень понравился по первой партии прямо классный товарищ так я набираю сейчас кубы для хода гили он хочет убить собачку он берет чем птичку по-моему взяли тигру так да мы призвали птицу плюс а еще да и тут это классно классные средства здесь дело в том что призыв животных у гили он не всегда срабатывает там есть кости и соответственно вот то что он положил сейчас закрытый слот это кубик который страхует от неправильно выпавших животных то есть если у вас есть вот этот счетчик то если у вас выпала кость на призываемым животным то вы можете убавить счетчик из закрытого слота и попробовать его перекинуть это примерно как у патчиса антидот то есть у него есть тоже такой же счетчик для того чтобы не свалить ядовитое зелье вместо полезного то здесь вот чтобы лучше срабатывала призыв животных так я птичку призываю подальше от других почему потому что у нее здоровье всего единичка и ну любой удар просто убьет ее и это нам не надо остальную атаку я провожу в волка добить его не удалось и сейчас у нас появилась птица птицы у гели имеет свойство flight то есть она ударяет и взлетает это тоже очень даже неплохо собачка пришла ударила гели на три куба потому что минус один за счет ловушки это три урона два прошло уже уже начинается стрёмно сейчас все будет зависеть от того удастся нам застунить на второй ход главного злодея потому что тут как бы с от этих не не плеч тут у нас всего две жизни и он по-моему кидается да он кидается в каждого они в слабого то есть он будет в гире кидать или птичку а наверно в птичку вот этот момент я так и не прояснил я даже специально после того как поиграл сам я посмотрел западные летсплеи и тоже не поняла вот этот вопрос он еще и промахнулся мисчифом он кидал в птичку поэтому он не снимает кубики защиты у бумера да я проверяю у кого он должен снимать он должен у цели своей а так как он кидал в птицу или в гели как слабых то все одно сохраняется у нас так вот я так и не понял животные гели они имеют равные права с другими гирлоками при выборе цели или нет буду еще лазать на на этом бургинге ки буду выяснять сходу не удалось а кстати вышел аллигатор из промо кто смотрел распаковку промо этих пакетиков узнают уже этого аллигатора он ядовитый неприятный с ядом у нас проблема потому что лечиться особо нечем когда вот эта пара без по часа она конечно слабенькая к яду так у нас второй раунд сейчас я должен кинуть до 6 чтобы посмотреть будет ли у меня активироваться главный враг или нет на проверяю до 6 в начале каждого раунда очень сильно злюсь что не что всего на единичку больше то есть он активируется и после бумера он будет ходить и это конечно же есть потому что что он там у нас по свойствам poison 2 и и и и коррозив то есть истощает кубики защиты и еще и травит хотя сам всего на единичку убьет то есть неприятный товарищ до предела неприятный товарищ прямо как по сюжету мы же по сюжету залезли в какую-то пещеру и вот встретили там этого из дрожь земли по моему над фильм такой есть вот этот монстр оттуда явно так бумер думает что что нам делать насколько я помню она по моему сейчас аллигатора попытается убить потому что 2 ядовитые 2 ядовитых твари на одном коврике это перебор хотя и не страшно потому что ну как бы яд не суммируется но с кого-то надо начинать хотя сейчас вот я думаю что стоит стоит наверное по главной твари бить потому что она болотная мы можем два кубика добавлять со своего лута ассо или собачку на сейчас убьет что-то не помню мне остается три кубика атаки и один защиты но он слоте а еще и бомбы пособирает пока пока тишь да гладь так 6 кубов да да даже по кому бьет я не помню так собрали бомбочку уже хорошо и так как она она имеет и нет да и нет проведвинутый то мы получаем плюс 1 на на каждом элементе вот на каждом ли ну-ка сейчас проверю пока так иные 2 в добавление к способности бумер также может добавлять плюс 1 каждому своему элементу да да к каждому все правильно здесь сыграл а то есть собрал две бомбы за раз это важно к следующему бою последнего напоминаю что это последний день перед этим встречей с дрейвеном так мы ам все-таки по собачке она била то есть убила волка ужасного волка и теперь ходит как раз наш тяжелый монстр у него куча свойств а я сейчас и буду вспоминать до коррозив я 2 и 1 1 удар и вот здесь я опять забыл мне не то что забыла этот самый спорный момент что свойства я где-то не помню где читал и почему так понял что типа свойства при атаке при когда существо атакует несколько а целей то свойства срабатывают типа на одного и это проверяю но вот здесь я в правилах как бы вычитал что на самом деле свойства при мульте цели тоже срабатывают на каждом кодея у меня это вот эта мысль взялась что типа на одного почему я вот это не помню вот сейчас покажу прямо в этом месте да вот skills ну повыше повыше подними тут написано что если мультиплей таргет то есть несколько целей то скиллы срабатывают на каждого правильно же правильно почему у меня откуда-то была мысль что скиллы работают только на одного атакующие кубики на 2 этот момент я я что-то немножко запутался и и видимо я несколько партий играл неправильно потому что да тут тут прямо написано что враг с несколькими целями применяет свои способности на каждую то есть сейчас вот этот червяк у него в прицеле если там приглядеться видно что там две фигурки или по-моему даже три сейчас увидим то есть он по всем трем бьет один птичку у меня выбил не дав ей даже полетать еще и траванул на 2 дальше на гиле 1 и 1 2 и ну и будем это же самое достанется но у бумера еще и а коррозив сработать может потому что у нее в активном слоте есть кубики защиты он бьет только на один и этом неплохо потому что сейчас я из-за коррозива давить у него цель 3 человек он сразу троих может атаковать то есть многоголовая тварь он еще истощает не кубик защиты да все оставшиеся после атаки юнита кубики защиты истощаются при свойстве коррозив вся теряю еще и кубик защиту 2 и тоже травлюсь в общем такой вот жесткий враг сразу троих всех все все потравятся вместе так он походил ходят гили животное гили ходит всегда перед ним к сожалению он пытается походить но я ты не дает ей ничего и птичка гибнет за эту партию я фразу птичку жалко раз 5 наверное произнес то что она только выходит на поле и и кто-нибудь добьет вот гили до троится на 2 но еще жив стоп я вспомнил что у меня есть желуд у меня есть ребенок который помогает в этих случаях то есть он уменьшает яд да так как вот можно можно ходить в любой в любой момент хода в том числе и перед началом это важный момент я могу бросить вернее взять своего ребеночка подлечиться очень удачно на 3 то есть восстановил фактически жизнь полностью и аят у меня отряд от ребенка он перебивает яд от того червяка и он становится единичкой здесь яд не накапливается он как бы считается по последнему отравлив вившемуся то есть даже если у вас более сильный а потом вас травят более слабый то яд уменьшается то есть я потерял всего лишь единичку на на я на яде за счет своего ребятенка вот такие дела сейчас будет а гили сражаться что он будет делать у него целей целых три кого убить неизвестно сейчас попробует призвать тигра раз птичка так неудачно сработало что у нас еще есть три кубика атаки понятное дело ну и все а еще у него из способности есть вот такие зелененькие стрелки если вы видите это мульти рау то есть позволяет что он позволяет если он выкидывает са то там есть цифра 12 и в зависимости от такой от от этой цифры вы можете перенаправить вернее удвоить бросок своих атак на другого юнита то есть допустим у вас кинулась на щас наверное кину и покажу да так рассказывать на на пальцах сложнее чем на примере да у нас есть 6 ловкости мы можем бросить три атаки так как одна истощенная призыв тигра мульти стрел стрелы и защиту сейчас мы это все кинем наверное а я еще вспомнил что мой лут не сработал то есть когда чудовище била с дальней атаки я могу в ответ в него кинуть сейчас это сделаю потому что смотрите вы можете кидать кубик атаки немедленно как кто-то на расстоянии по вам бьет очень кстати подходящий лут для гили да мы ответили ему и а вроде все а еще бил вот этот но вот здесь я ему по моему вот здесь я по-моему за я применяю этот прибор потому что гоблин во первых не попал а во вторых он бил по птички они погибли поэтому здесь я не имел права право его убивать о блин ошибку нашел ну ладно это можно как бы замять потому что ну когда били по его птички это можно сказать что по нему били но если так чисто формально по правилам то здесь я неправильно сходил потому что да гоблин бил не погибли хоть и промахнулся тогда так я бью видимо по аллигатору что у нас вышло тигр не получился и вот сейчас смотрите я использую вон тот кубик который мне позволяет перебрасывать кубики животных я уточняю как он работает да вот петро релу ли ролл переброс домашних животных я могу забрать все остальное и сейчас и страчу свой переброс чтобы все-таки получить тигра так уменьшился один переброс ну да тигр вышел тигр со свойством причем неплохим с максимальным максимальной жизнью и без траты кубика ловкости дело в том что у мощных животных у всех кроме птички а есть такой вот зелененький кубик вот он сверху если он есть то от и чтобы его сохранить на поле гили обязан тратить единицу ловкости а тут мне выпала единственная грань где этого вообще не требуется то есть животное будет максим на максимальной жить жизни и без траты ловкости он сам по себе будет прыгать я пытаюсь понять как это отображается на чипе вот этом лайвском а там она никак не отображается там нарисовано что все равно ты должен тратить ловкость проверяю может быть не пропечаталась просто вот это и но нет на самом крутой грани тигра все-таки нету вот этого кубика ловкости то есть получается мне выпала вообще халявная такая грань так я призываю его рядышком животные призываются от гили по диагонали или горизонтали вертикали то есть любую точку все есть так и этого мы до убили там там целая куча атаки аллигатор долго не прожил но и удивительно к этому моменту я очень был удивлен что несмотря на битва который выглядела абсолютно не по не выигрываемая я остался наедине с 20 очковым врагом которого вполне есть шанс завалить особенно с учетом вот этого шикарного лута у бумера одессе а принес вам показать как мульти мульти ро срабатывать смотрите была выпала двоечка соответственно я могу два кубика атаки которые уже прошли по другому врагу перенаправить еще на одного врага я взял двойку единичку это 3 и 3 за счет мульти ро прошли по вот этому червяку то есть у него там осталось несколько жизней всего очень шикарная штука но гили вообще имбовый персонаж на мой взгляд так а у нас еще body pts не кончился да сейчас выходят другие враги вышла птичка а и вышел еще один гоблин или тролль это единички в принципе можно на них натравить тигра и а самим занимается двадцаткой так я бумером по моему а да опять 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 у нас не стунется главный враг я бумера не потравил что ли что-то я вот пропустил этот момент бумер ходит и сейчас нужно потравить на втором ходу а да он и он ее потравил после поэтому сейчас он должен сработать все правильно я считаю что я могу накидать на этого главного врага получается 4 куба 2 из 5 3 даже 5 могу кубов в принципе кинуть так почему 4 ты лишний куб кидаешь 5 я мог кинуть они не 6 почему 6 и почему-то защиту кидаешь у тебя истощены оба кубика блин еще одна ошибка да я убил и убил бы даже как бы не не учитывая эту ошибку то есть она не критичная еще и буфер вышел то есть как бы не критично но это ошибка я кинул лишний кубик атаки плюс к лишней кубика защиты и забыл потравиться по моему сейчас я должен вспомнить а уже детском нету сей его убил то есть у меня идет 3 3 жертвой черт еще одну ошибку увидел только сейчас этот лут он хэви я не заметил и поэтому держал целую кучу еще лута там не видно но у меня там еще был рюкзачок и в к последней битве я им пользовался блин а вот это уже более критичная ошибка то есть получается я в битве в следующего дня буду использовать лишние луты даже потом не особо поможет но сам факт что ошибка есть ладно так ну гели тут уже они добивают да вот вот это критично не критично ошибка со защитой и атакой потому что бумер все равно выбивала червяка за большим запасом остальных сейчас они покоцают что-то про я так так и забыл но не вспомнил убрал 3 потому что два за сзади за первый яд и один за за второй все мы справились мы справились это было очень неожиданно я думал что будет на этом все закончено то есть партия на этом закончится поэтому и записывал в надежде выиграть предпоследний день перед встречей с дрели нам а теперь мы будем получать кучу награды это два тру флота это куча 3 . и уже дальше в записи а я покажу чем мы прокачались лут мне класть некуда тем более еще и не заметил что у меня тот хэви то есть я его беру бумеру четвертым лутом сожалению в кадр не влазит но это тоже неправильно так ну и сейчас я буду его скрывать кстати вроде все вот так закончился восьмой день это предпоследний день приключения первой первого приключения компании против дрели на и сейчас будет последний его я тоже включала на запись точно так же не комментируя но сейчас по свой сами все увидите а мы разбираем добычу итак последний день 9 уже немножко так волнуешься да это немножко странно но когда ты погружаешься в игру в течение нескольких дней там или часов то уже такое идет с погружением и приходят эмоции это классно настольных играх в общем я взял тот тру флот его вскрыл в этот же в этот же день все нормально получилась аптечка очень шикарная штука попалась взял я она 3 очка прокачки для гили взял барсука этого своего или сама город и командный кубик командный кубик очень шикарная вещь там все шесть грани и все по-разному действуют и все интересно действует это просто очень классный кубик к сожалению я полностью его не успел раскрыть потому что только вот под конец взял и взял пробивающую стрелу очень классная вещь которая пробивает защиту и толстую кожу то есть вот с такой стрелой допустим на каком-нибудь но ходить это просто вообще будет легкая прогулка я надеюсь у нас давно с 9 день мы должны сейчас либо победить либо нет либо наша компания прямо сегодня и закончится вспоминаем нашего замечательного дрелина я уже конечно его на зубок знаю но на всякий случай покажу еще раз а что я взял ламбу миру бумеру я взял усилитель а взрывчатки и элемент 325 в надежде его найти и с вот этой ручной гранаты разнести дрелина в клочки в клочки так я проверяю как я могу завести эту ловушку так как дрелин у меня выйдет на синее то я разумеется ставлю ловушку на самого главного злодея так что еще взял по-моему я взял напалму усилитель и элементы 125 до для бумера а для гили пробиватель барсука вернее росомаху и командную командный кубик то есть уже под конец я не прокачивал стандартные параметры прокачивала только кубы что у нас есть у пока в конечной битве напомню что во первых мы сражаемся типа в болотистой местности означает что на движение нам надо тратить по два кубика ловкости на любое но к счастью у нас оба гирлока дальнего боя нам ходить особо не надо дальше свойства у дрелина бок рулер бок рулер самое крутое в том что пока на поле есть болотные твари его нельзя ничего не сделать но не его нельзя повредить жизнь ему нельзя никак уменьшить вот плюс а он иммунитет имеет к яду к любому он мастер в этом деле но он сам кого хочешь хочешь потравит также вместе с ним выходят 2 2 болотные твари то есть мы должны найти именно две единички болотного типа чтобы у него была какая-то вот преимущество за счет этого этого нам вышел червячок ядовитый и лягушка ядовитая красота сложные ядовитые твари но сюжетно сюжетно что что сказать плюс на body pts на девятый день это 18 18 это три пятерки и три тро и три единички вот и смотрите какие шансы у нас выиграть в этой битве да у нас очень много у бумера атакующих кубиков за счет лута за счет прокачки атаки то есть мы можем одним ударом в принципе убить этого дрелина бомбер может одним ударом его убить проблема в том что его нельзя ударить пока есть другие твари а пока мы их убиваем они нас все подравляют на этом я вот сколько раз уже связался сколько я не пытался его победить ну вот не получалось и скорее всего и сейчас не получится делайте ставки вот в такой компании можно его победить или нет так мы набираем body pts это 18 то есть три пятерки три единички и одна пятерка выйдет прямо сейчас так с лутом до слу там я конечно на протачил но на самом деле можно ли еще одной ядовитой твари тоже из их не компании а я уже и забыл что там вот этот мантикора с мантикор и конечно шутки про плохи слу там какая ошибка у меня сейчас у бумера 4 лута но когда есть лут хэви а он считает как за 3 то есть у меня два лишних в принципе ну да ошибка ошибка ну критично или нет посмотрим сейчас по результату боя вспомним эту ошибку я не видел во время игры понятное дело поэтому сейчас со стороны можно будет проанализировать насколько она а сыграла роль или не сыграла так на нас три ядовитые твари одновременно нападают и мы думаем что можно сделать с этим инициатива еще инициативу выпало не совсем удачно до бумер бумер что-то совсем перетрусила перед такой компанией вниз по инициативе скатилась так ну стандартная у нас раскладочка гели бы щас на призывать кучу своих животных и чтобы они выжили а ходит ходит дреллин он ближнего боя поэтому ему нужно будет подойти раз-два так а чё я при эту ловушку а у меня ловушка не сработала да у меня ловушка на дреллин не сработала этот момент пропустил в комментировании но вы видели что я бросил и там а кость красная красная кость означает что я обязан ее применить то есть как бы она просто не сработала я не могу не применить поэтому вот такие жесткие удары меня гели потравили сразу же дреллин потравил на 2 хорошо что у меня сейчас есть ребенок и я им опять воспользуюсь и еще и на три удара сразу же при моих 7 из 6 жизни пол жизни сразу и все вот такая короткая битва судя по всему сейчас произойдет потому что там антикора еще которые обоих потравит до гели конечно кидает перед своим ходом кубик ребенка уменьшает яд на 1 и лечится на 2 и сейчас яд срабатывает на 1 вот но все равно мы немножко протянули за счет ребенка сейчас бросок у него его пушка не срабатывает потому что атака была в ближнем бою соответственно что мы можем сделать по дреллин убить бесполезно пока есть болотные твари на коврике по нему убить бесполезно можно только защиту снять но смысла в этом нет поэтому нужно истреблять всех остальных я беру все свои четыре кубика перераспределитель стрел чтобы убить убить сразу двоих при удачном броске это позволит мне кинуть допустим в жабу а потом перенаправить два кубика в червячка и минус 2 будет сразу но для этого хороший должен быть бросок чтобы хотя бы на одном кубике было двойка атаки тогда 2 и 1 мы перед она перераспределитель чтобы цифра 2 было тогда можно будет с жабы перераспределить два кубика на червячка у которого три жизни и убить сразу двоих одним выстрелом то есть гили сейчас так эльф прямо какой-то смотрите так что у нас получилось так я уже не помню но не получилось убить по моему червячка удалось убить жабу да как раз 44 единички выпало него три жизни или по червячку стрелял а я стрелял наверно почти в червяку потому что он следующий ход бы приблизился к нам а жаба нет поэтому я думаю перераспределять и не не решаю решаю оставить себе потому что выпало только один я могу перераспределить только один кубик а там на всех единичка выпало то есть один удар кому-то могу перераспределить но смысла никакого в этом нет а приберег кубик сейчас лягушка идет да 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 потому что если 5 ни червяка убила ли лягушку то человек бы потравил сейчас меня вот ходит лягушка не недопрыгивает не травит Сейчас будет ходить Мантикора Она имеет свойство Пойзон 2, то есть травит обоих Плюс рейдж 2 То есть если ее ранить, то она будет еще 2 кубика атаки кидать Пока она только травит, не кидает кубики атаки Но сейчас Гилли В ответ, так как Это была атака дальняя, он с помощью своего лута В ответ ему кинул И теперь это мантикора рейдж Но так как боммер у нас просто монстр По истреблению таких тварей Она его сейчас добьет У него есть 5 кубиков атаки своих Плюс 3 кубика атаки с лута То есть она может 7 кубов атаки просто кинуть Разумеется Никакая мантикора столько не выдержит А вот бомбу Нафига ты бомбу тратишь? Ты и так его убьешь А А бомбу она наверное хочет кинуть В этого, в жабу Да, 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 бомбу в жабу А атаку в мантикору Потому что бумер может раскидываться Усилитель Беру элемент 25 Беру, чтобы набрать его для дрейлина Это 4 куба У меня еще 2 есть 2 за счет ловкости Так я Беру 2 кубика атаки Это 6 кубиков ловкости То есть это все, что я могу кинуть за счет себя Плюс 3 А могу кинуть за счет лута Потому что я бью по ядовитой твари А, и лечилку Я использую лечилку, чтобы подлечить Кого? Так, у меня будет 5 кубов атаки Это в принципе достаточно, чтобы убить мантикору Потому что у нее сейчас 5 жизней Ну, может не повезти, если честно Может быть, поэтому я и сомневаюсь Так, и все это кидается в мантикору А бомба в жабу Ну Так Ну вот, я про что и говорил Что вышел буфер Что очень кстати При такой игре Но против яда он не работает Он против таких атак работает У нас не вышел поиск элемента Но я его и потрачу в А, у меня же медпакет работает только как расширитель плана То есть я могу потратить одну кость Чтобы подлечить любого гирлока Я подлечил гили У меня этот я не стал тратить Потому что я не нашел 25 элемент Вот этот 3 бомбы ушло в лягушу И к сожалению не убило ее А вот 4 урона прошло В мантикору Это немножко не хватило Но у меня есть Вот в бэкап плане Обычный бэкап план У меня есть бросок в цель То есть дополнительный урон 1 в цель И чисто Ну вот Повезло Повезло убить За счет этого Если бы выпало Ну я на самом деле С этим расчетом и кидал Потому что Брал 5 кубиков Как бы Если выпадет кость на них То Убьешь по крайней мере Своим бэкап планом Ну и 3 Прошло здесь И 1 Дрелину Не удалось добить Жабу За 1 Раз Но Сейчас этим Займется гили Сейчас правда Народ еще повыходит Из бади ПТС И будем надеяться Что там не будет Болотных тварей Тогда нам достаточно Просто убить Жабу И мы можем Приступать К брелину Да Бумер сейчас Потравилась Буферная жизнь Для этого Не спасает К сожалению Потому что Яд дает Труй дамедж То есть Истинный урон Который проходит Чисто по Жизни Минуя все Остальные защиты У нас Второй раунд Все очень Сильно Потравлены Сейчас Сейчас выйдет Еще и Грифон Он Очень жесткий Но Он к счастью Не болотный То есть Нам не надо Его убивать Чтобы приступать К дрелину Выходит Грифон И выходит Кто это Гоблин Гоблин Сигналом Сейчас будет Еще народ Призывать Да блин Ну и битва Сейчас нам Набежит Еще от этого Сигнальщика Еще единичек Куча Так А мы уже При смерти От этих всех ядов Ну ничего Сейчас Гили Главная задача Убрать Эту Лягушу И тогда Бумер Может Зафигачить Все свои 7 Сколько Да 7 8 8 кубиков Атаки За счет За счет Лута 8 кубиков Атаки В дрелина А у него 8 жизней Ну и одна Защита То есть Можно убить Одним Ланшотом Так Кидает Дрейлин Дрейлин Ах ты У него Выпала Вот эта Бутылочка Это усилитель Яда Он снимает 3 жизни За счет Атаки Плюс Усилитель Яда Который Превращает Любой Яд На Цели В 3 Ах ты И по-моему Сейчас Гили Того Да 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 Эх Похоже Не светит Нам Победа Над Дрейлин Вообще Никогда Так Все Сейчас Ход Гили Он даже Своих Животных Не успел Призвать И он Ничего Не сделать Не может Потому что Кубик Ребенка Истощен И у него Три жизни И эти Три жизни А гили Гибнет Я ничего Не могу Сделать Бумер Остается Одна С целой Кучей Врагов По Главе С Дрейлином Ходит Лягуша Еще И травит Я ее Специально Ставлю Между Дрейлином Чтоб Немножко Продержаться Подольше Яд Становится На Два И так Как У Бумера Три Жизни Осталось Она Сейчас Тоже Может Потравиться Да Она Сейчас Травится На Два Раз Два У нее Остается Две Жизни То есть Еще На Один Раунд И Все Ну Такое Дело Безнадега Полная С этим Дрейлином Главное Главное О На Два Два Но Я Восстанавливаю Бомбу И Беру Именно Ее Для Того Чтобы Кинуть В Лягушу И Вот Здесь Интересный Момент Потому Что Смотрите Я Кидаю Сейчас Все Кубики Атаки Которые У Меня Есть Я Кидаю В Дрейлина При Этом Бомбу Кидаю В Жабу И Нет Я По-моему Все Кидаю Ну Или Все Кидаю В Дрейлина В любом Случае Будет Отскок В Жабу Она Все равно Погибнет У нее Одну Очко Вот Попрос Если В этот Бросок Жаба Гибнет На поле Исчезают Все Болотные Твари И Следовательно Дрейлин Становится Уязвимым Можно Ли Было Так Окидать На самом деле Ошибка С лутом Здесь Не критичная Потому что Да Я Не мог Держать Всю Эту Кучу Лута Но Я Мог На самом Деле Кинуть Напал Вместо Вот Этой Бомбы Это Было Одно И Тоже В Принципе Даже Лучше Чем Бомбы Я Мог Не Восстанавливать Бомбу Окинуть Напал Так Как У Лягушки Всего Одна Жизни Ей Ей Бы Хватило Еще Ей Бы Других Покоцал Поэтому Здесь Эта Ошибка Не критичная А Я Еще Вспомнил Что Я Мантикора Убил Мантикора То есть У меня Сейчас Четыре Куба Дополнительных Атаки С Лута Все Это Я Бью По Дрелину И Тут Если Так Можно Сделать То Сейчас Вы Увидите Что Произойдет Все Это И мне Везет С бомбой То есть Бомбу Осколками Бомбы Убивает Лягушу Нет Смотрите У меня Еще На ручной Ганате Выпал Напаун На единичку Да У меня Не выпало 325 Элемента То есть Я не могу Использовать 2 Но Единичку То я могу То есть Напаун Действует На всех Врагов И Не Не все Срабатывает На самом Деле Я Коцую Всех Поединички Это Снимает Защиту С дрейлина Напаун Действует На всех То есть Лягуши Нет Больше На поле Всем Остальным Тоже Поединички Приходит Но Это Как бы Несущественно Но Сам факт Что сейчас На поле Нет Болотных Тварей Соответственно Да Я говорю Что нету Все остальное Приходит В дрейлина 3 4 5 6 7 8 9 9 урона Приходит В дрейлина И Он Соответственно Гибнет Ермак Вот Мы Сделали Здесь Я надеюсь Что все потому что ну вы сами все видели если есть какие-то возражения буду рад услышать их в комментариях но мне кажется что я совершил просто подвиг в победе над дрейвеном и на последнем фактических ходу мы его все-таки победили да сейчас я попытаюсь еще и всех его приспешников убить но сразу скажу спойлеры это не удастся потому что их слишком много и бомбу мир слишком измотанной уже практически все издержала сейчас прилетит эта тварь и ее убьет но для по условиям игры вернее по условиям сценария нам главное убить тирана а то что случилось с нами это уже не так важно то есть мы победили мы победили в первой части компании мы сделали дрейвена мы убили самого сурового на мой взгляд тирана и вроде бы все по правилам вот этот момент немножко скользкий насчет жабы ты должны были были мы его ее убить предыдущим ходом или можно было одновременно с дрейвеном вот этот самый спорный момент надеюсь кто-то подскажет как это с чисто формально по правилам я же считаю что я победил вполне себе заслуженно и могу могу взять трофей и могу смело и без всяких оговорок взять этот трофей а как победу все сейчас мы доигрываем а я вроде бы он сразу убил а мы еще даже как бы безнадежно я пытаюсь вытянуть безнадежную битву за счет лечилки за счет еще чего-то но без шансов вот пока а пока тут товарищ доигрывает подумайте над этим вопросом правильно ли мы провели последнюю битву с дрейвеном и вот этот последний ваншот срабатывает ли он по правилам игры они по истории по истории срабатывает однозначно мы на полном потравили всех его зверушек а потом а ударили по нему а вот формально по правилам это может быть а спорным а я кстати и не от грифона здесь погиб потому что грифон это я успел забить сейчас какой-то гоблин снайпер меня выбьет да он еще и призывает там бесконечную вереницу врагов все заканчиваю комментировать сейчас вернусь в реальную запись в общем мы формально выиграли да все погибли в этом походе но мы главного тирана устранили это было что-то с чем-то это такая была партия вот она первая жертва у нас идет о выпал первый самый сложный тиран который я не побеждал еще ни разу и здесь я с большой натяжкой может быть даже с какой-то не знаю вот здесь вот спорная была система что я бомбой закинул в лягушку она убилась тогда он стал беззащитный но можно ли это было или нет в один ход наверное да так или иначе мы это сделали нас его союзники все-таки добили в конце убили но мы выиграли эту битву какие у меня впечатления от игры с дополнением дополнение она больше расширяющие она не углубляющие то есть мы играем как вот играли и все остальные партии сейчас получим какую-то награду этот кубик получим себе в защиту вернее в побежденные кстати кстати мы сейчас эпилог должны почитать победили нашего главного злодея тогда стир мэру дрелин вот антреля сейчас компании мы читаем эпилог после того как его победили смотрите какая интересная история тут не все так просто тут такой легкий перевод и вставил но суть в том что мы находим какую-то сложную машину которая отравляла природу накачивала все ядами и самое интересное что маркировка на этой машине такой-то маркировка конструктор н.г. н.ж. это не было с гринд скорее всего дела то тут у нас нечистые то есть у нас будет трофей трофей кубика дрели на который мы можем использовать следующим образом то есть можем либо отключить какую-то ядовитую тварь либо потравить любую другую очень крутой вот до кого-то насчет впечатлений игра тоже самое но она обретает глубину из-за того что мы продолжаем историю то есть мы победили сейчас у нас из этой вот пачки компаний случайным образом тянется вторая вторая история и там уже будет ну давай это не будет продолжением просто для примера допустим мы вытянули эту и у нас получается что в следующем приключении у нас во первых будет одно повреждение какое-то дальше будет то что мы с собой можем перенести из этого приключения в это приключение а тиран снова случайный но кроме побежденного и а начинаем мы сразу с третьего дня и соответственно условия меняются и каждый ход и каждое приключение после вот этого она разная получается из десяти вариантов в чем проблема от этого дополнения как мне видится да ну интересно и все круто но а по правилам если играть полностью по правилам дополнения век тирании как только мы проигрываем наше приключение заканчивается то есть допустим мы дошли до пятого тирана проиграли битву и все по правилам мы должны начинать заново то есть мы не можем продолжать с этого то есть на мой взгляд пройти всю кампанию очень и очень сложно а представьте что вот нам не дрельным бы попался в первом приключении а какой-нибудь там но мне еще кто-то из слабеньких мы их запросто пробили дошли до середины а там выходит этот дрели и он нас делает и получается ту неделю которую ты проходил ты должен начинать заново то есть это это сложно сейчас у меня очень большой шанс а пройти всю кампанию прямо с первого раза не говори гоп конечно для этом по дереву постучать но мы победили самого сложного злодея его 1 4 наверно пытался выиграть раньше без уж безуспешно и это тоже было настолько на тоненького что вы сами видели что даже вот эту запись сделаю потому что ну будет победа на древнем их единственное на ю тубе нам можно сказать в общем проблема с этой с этой кампании что она может дотянуться примерно на месяц до пока ты соберешься вот я играл два дня с этим дрель нам каждая партия будет примерно вот день-два если это каждый выходной играть то это 7 дней на полтора месяца и в любой момент ты можешь просто всю эту кампанию о себе обломать обрезать и ну не знаю можно конечно home rule home rule ввести что типа если провалился то вот продолжаешь все равно пока всех не добьешь но мне интересно именно как авторы задумали то есть пройти всю кампанию и щелкать щелкнуть результат там кстати говорится даже в правилах что типа когда закончили свою кампанию щелкните сколько вы заполнили трофеев с каким результатом чтобы похвастаться так скажем но очень хочется конечно все семь заполнить чем мы наверное и займемся а пока я очень доволен этой неожиданной победы я думал что я завалю последнюю битву это было это было ну на самом деле мы выиграли только благодаря вот этому луту очень сильный лут который я начал собирать посреди игры и смотрите пять жертв вот это болотных тварей которые добавили мне 5 кубиков атаки а без траты ловкости то есть вот последний этот бросок мы выиграли только за счет этого лута вот гили несмотря на то что он как бы имбовый считается герлок он себя не особо проявил но в общем то это тоже дело случая он своих животных но нанимал но он в последней битве ни одного не успел призвать и вот так вот все получилось ну бомбер вытянула блин даже такую битву вау ну и ребенок герлока мне понравилось к сожалению он себя тоже не проявил мы два два или три раза раза им пользовались всегда очень удачно то есть он не только лечил он еще и яд сбрасывал с двойки на единичку но мы вот как вначале его получили так больше ни разу не встречали его эту креду чтобы развить его до 2 3 кубика но так как это идет компания то весь лут который мы насобирали в первой он остается и это ну это интересно то есть с герлоком и так всю компанию и будем ходить все спасибо что посмотрели я не собирался записывать этот летспейн но начало настолько интересно было что вот и даже концовку записал если в таком варианте в таком дайджест и это интересно кому-то смотреть напишите в комментариях я может быть буду снимать еще какие-то дайдже дайджест это краткие включения в мир дайлора по каждому тирану который мы будем проходить дальше вот так надо ли это на канале или не надо ведь тумане бонус слишком много и так уже напишите в комментариях всегда рад почитать всем пока и до встречи в мире нд лора